Здравствуйте! Огромное спасибо вам за поддержку, что в такое трудное время пришли. Очень благодарен. Сегодня мы поговорим об умудах. Что такое умуд? Это, по большей части, цитаты наших поэтов прекрасных. От классиков до Пушкина и до ныне живущих. Разбиты по темам. Я старался, чтобы постепенно связки из одной темы переходить в другую. То есть от тьмы к свету, от смерти к жизни. И чтобы такая у нас запевка лирическая была. Прекрасный автор-исполнитель, лирический, тонкий лирик, большой ценитель поэзии Рубцова и Есенина. Александр Ефременко сейчас исполнит две песни. Николай Рубцов, там вода присутствует, чтобы у нас такой свет вошел. И дальше мы сразу начинаем. Пожалуйста, Александр. Спасибо. Песня у нас стихотворения. Песня у нас стихотворение Николая Рубцова «Ночь на родине». Высокий дуб, глубокая вода, «Спокойно» Здесь крыжи сел не слыхивая грома, Не встрепьется ветер у пруда, И на дворе не зарушит. И на дворе не зарушит Солома. И редоксонный Коростеля крик Вернулся, а былой Не вернется. Ну что же, пусть хоть это остается, Продлится, пусть хоть это в этот миг, Когда душа не трогает беда, И так спокойно двигаться в тени, И тихо так, как будто никогда, Уже не будет в жизни потрясений, И всей душой, которую не жаль, Все потопить в таинственном и милом, Овладевает светлая печаль, Как лунный свет Овладевает миром. Спасибо. Следующая песня тоже у нас стихотворение Николая Рубцова называется Бессонница. 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 И редкий звук с ночного помута, Вот есть возможность отдохнуть, Но как пустын эта комната Мне странно кажется, что я Среди отжившего, минувшего Как бы в каюте корабля Бог ведь, как дыр затонувшего Что не падает темле окном Под запаленою каротиной И я навек заделась сном Как будто ил, милисина За мыслью мысли какой-то бред За тенью тень воспоминания А реальный звук, а реальный свет С трудом доходит до сознания И так задумаешься вдруг И так всему предашь значение Что вместо радости испуг А вместо отдыха Мучений Спасибо Спасибо, Александр Вот запевка лирическая дана Ну вот как уже даже из этих песен следует Образ омута часто ассоциируется Какое-то место Таинственное, загадочное Сказочное И в то же время печальное Такое, согласитесь Такое ореол грусти вселенской Какой-то тоски В отдельном взятом месте Раскинут на дому Росхожие слова есть Когда человек Ходит как в омут опущенный Это как живой труп И кануть в омут Да всем известно Канет в омут, кануть в омут Это что, синоним безвразвратной потери Вот давайте мы прямо С потерей начнем Чтоб что-то найти Надо сначала потерять Будем опускаться на самое дно Вот Александр Мишенков Такое стихотворение Милое родное Все в снегу лицо Словно утонуло В омуте кольцо Промелькнуло Вскрылось Вот его и нет Отыщи, попробуй В снежном вихре след Может быть вот так же Счастье промелькнет Ты не заметишь Все бежит вперед Но потом устанешь Обернешься ты И поймешь Что в жизни не нашел мечты Ты поймешь Что счастье Не вернуть теперь Только слишком поздно Не вернуть в омут Милое родное Все в снегу лицо Словно утонуло В омуте кольцо Ну вот с этим согласен Михаил Зинкевич Из стиха под лед Счастье тройкой С лету в омут Кануло на дно А могло примчаться к дому Прямо под окном У Сергея Городецкого Вот все можно и богатство Оставить Владыкой в омут Окунулся Назад вернулся Нищий гул У Алексея Пухтина Даже веру можно потерять Потом я в омут Жизни окунулся И веру потерял Ну а Светлана Гершанова Можно потерять и беду даже Хотя тоже почему-то Плачет даже о беде странно Тихий омут Темная вода Что не кинешь Канет без следа И опять лежит Не зная дна Темная речная глубина Ранним утром Я сюда приду Брошу в омут Горькую беду И над ней Сонкнется навсегда Тихий омут Темная вода Спрячет речка Горькую беду На себе я места не найду Будет снится долгие года Тихий омут Темная вода И свою горючую беду Я сюда оплакивать приду Я приду Хоть знаю наперед Тихий омут Тай не выдает Скажет речка Поздно ты пришла Голова твоя Совсем бела Тихий омут Темная вода Не ходите, девочки, сюда Ну вот У Николая Антропова Это уже современный поэт Как и Светлана Гершанова Можно вериги потерять Я в сердце Жигулевских гор Проник и нет пощады Горят, горят По мне лампады С тех самых пор С тех самых пор И кровь, и пот Сочится и клокочет Горят костры На мой уход Вода пророчит Прощай Я в середине дня Белым-бело Я книга Той жизни Где прочтут меня Как золотое иго Так надо снять с себя хомут И в омут Все вериги Тех ослепительных минут Окаменевшей книги Ну как было уже сказано Омут Место темное Темнота часто ассоциируется С светом Омута больше Он и бывает Обычно омут Или черный Почти Темный Темно-синий Ну и Свет мы по-настоящему Ценим Где в темноте Вот чтобы увидеть Свет в конце туннеля Идем во тьму Борис Корнилов Из стиха Мечта Набитый тьмою Притаил соумут Разлегся Ямой На моем пути У Юргеса Болтрушайся В черном море Озере Такая Мрачная красота Суровая Но день идет Искорбно В их простор Теснится тень Как некий сон Упорный Упорный О мертвых безднах Сумрачных озер Что горестно Их ждут В своем Вот черный Вот Вячеслав Иванов Один из главных Омутников Возгрустил Пустынник неба Что ответный Отсветный лик Ах лишь омутом Эреба Повторенный Его двойник Вечных сфер Святой порядок И весь лик Золотых идей Красочностью Раду Кльнули К ночи Его бровей Ну и Реб В древнегейской Мифологии Бог тьмы Вечный мрак Но уже Темнее некуда И вот Вторая цитата Вячеслава Иванова И стиха Стрень И кряжем идет Где чахнет Хвойник Где пажите Блекнут Между диких скал И омутов Черных По теменям Гордным Он рыщет И топчет Первины снегу Под небом Тьмы Тьмы Белый стих Вот у Ивана Разрез 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 волны Когда Гудя Все ветры Забили В круг Черный Омут Глубины Ну а вот Александр Яшин Это земляк Николай Рубцова Старший Его Николай Рубцов Жил как раз На улице Яшина Последние полтора Когда ему Гладиру Дали Вологодский Поэт Прекрасный Такой Классический Темный Омуток Наш Северный Бьется Речка Струится Мох Вокруг Доморошка Вместе С речкой Измеится Бьется Стежка Дорожка Все Изгибы Изломы За водой Повторяя То темна Словно Омут То под Солнцем Сияет Ну Темноту Люди могут Человеческий Фактор Пресловутый Очень Серьезно Может Наоборот Если Доброта Чистота Свет Человеческий Могут Осветлить Обелить Омут И наоборот Грехи Тяжелые Грешные Мысли Вообще Жить Грешные Люди Может Еще больше Усугубить Омут Вот У Николая Клюева Вон и Речки Смородины Заводь Где С оглядкой Под крики Сыча Взбаламутила Стиркой Кровавой Черный Омут Жена Палача У Леонида Трефалева Батраке Стихотворение Помолись За всех Страдающих На кормилице Земле За несчастных Утопающих Словно В омуте В омгле Вот У Николая Рубцовок Наша Опять Северная Природа Захлебнулись Поле и болото Дождевой Водой Удождались Прозебанием Бедностью Дремотой Все Объято Впадиной Высь Ночь Придет Родимая Окрестность Словно В омут Канет Темноту Темнота Забытость Неизвестность У ворот Как стражи На посту Вот эта темнота В омут Переливается Как такие Сообщающиеся Сосуды Темные Ну Темнота Часто Символ Ночи Согласитесь Да Ну вот Следующий Как раз Переходим К ночи Еще более Сгущаем Вот Полночный Омут Юргиса Бултрушайтиса Раскинула Свой Звездный Нелот Время Полночный Омут Ясли И могил И Дольный Мир Как Благостное Бремя Безвестный Чащий Сердце Обступил И вот Интересно Сравнить С Николаем Рубцом Такая Не перестрелка А связки Разные Поэты Пишут Об одном И даже у них Некоторые Так слова Повторяются Вот Ночное Ощущение Когда стою В омгле Душе Покоя Нет И омут И страшней И рещи Дух Болотный Миры Глядят С небес Свой Излучая Свет Свой Открывая Лик Прекрасный И холодный Сейчас опять Будет Болтрушайтесь Рубцов Ночью Болтрушайтесь И горстью Прахость Тьмою Слитой Не зная Я Ведь чуждой Сну Я без Опоры Без Защиты В полночном Омуте По ночь Вот Рубцова Наступление Ночи Когда Заря Смеркается И брежет Как будто Тонет В омутной Ночи И в Гробовом Затишье Побережей Скользят Последние Лучи Не всегда Темнота Наводит На Опять Человеческий Фактор На такую Грусть Депрессию Бывает И такая Яркая Динамика Вот у Эдуарда Багрисского Путешествие К нефти Интересное Название Как не хочется Кинуться В омут Ночи И бежать И петь И кричать На бегу Как не пел Не кричал И не бегал Давно Вот у Осипа Мандельштама Даже такой Нежный Омут Ночной Однажды В ночь Себя Не помня Она Плащом Покрыла Нас Я погрузился В нежный Омут Зарделся Вспыхнул И погас Ну вот опять Люди Могут Усугубить Александр Прокофьев Стихотворение Драка Ветер шел Летел И плакал Мать Подстреленной Птицы Разметалась Убивалась У дороги Бегуна И уже Глубокий Омут Ночь тревожная Глядится И черным Черна дорога Ночь без звезд Черным Черна Вы чувствуете все Человеческие Страдания Переживания Образ Омута И ночь Все это вместе Соединяется Уже тройная Темнота И уже Темнее некуда Ну и как мы Переходим Соответственно Больше всего Тоски Люди Творческие Страдают Тоскуют По ночам Пишут Вот следующая Как раз тема Тоска идет Темнота С ночью С потерей Плавных Переходит Тоску Вот Сергей Крыжановский Из стихотворения Гартман К молчанию Омута Незнавшего Движения Раздвинув Тихо Ропчущий Тросник Приходит Истина Роняя Отражение Коснулась Омута И трепет В нем Возник Вмиг Отражение Порвано Зубями На бликах Пляшущих Раздельные Клочки А ропчущий Тросник Колеблемый Волнами Все шепчет Все скорбит Над омутом Тоски Вот у Миры Лохвицкой Тоже С тростником Тоска Связана И омут Тоже Бледнее Как цветок Склонившись Бледнее Как цветок Склонившийся Над бездной Колеблись Как тростник Над омутом Реки Больдая Дремлет Мысль Покинув Мир Неизвестный В предчувствии Страданий И тоски Ну вот Люди Опять Тоже Могут Усугубить Человеческие Взаимоотношения Обижаем Друга Делаем Больно Все это усугубляется Темнота Страдания Ивана Каневского Элегия И гонит она Избранного Вспять И вновь Он в темный Омут Погруженный Вячеслав Иванов Стихотворение Поэт В орли Стая Я летал От орлов В орли Девы Тайно Песчитал В омут Пал Литейский Вспыхнув Завистью К орлу Ты пустил В меня Стрелу Бог Гиперборейский Литейский Омут Но лето Царствие Мертвых Через которые Переправляется И обратной Дороги Нету Тоскливе Некуда Александра Тинякова У гроба Юношей Недвижное Лицо Желто Как слепок Воска И неземной Покой В его Стеклистом Взоре И близок Катафал Последняя Повозка И скрип Ее колес Влечет Нас В омут Горе Вот у Марианны Колосовой Тоже Омут Нелепый Тоже Современный Пойтес Ну это Наверное Марианна Колосова Ну не совсем Наверное Это такой Послевоенный Наверное Или довоенный Стык Серебряного Века И уже Букполе Судя Уйти от Омута Нелепого От этой Будничной Тоски Погибнуть Гибелью Кутепова От злобной Вражеской Тоски Ну и вот Переходим К такой Грустной Самой Печальной Теме Теме Неизбежной Тема Смерть Ну смерть Это просто Переход В другую Систему Крадион Что называется Это Не конец Как и Владимир Семенович Высоцкий Пел Конец Это Чье-то Начало Переход В другой Мир Душа Бессмертна Вообще Творение Божье Бессмертно Просто Оно Нам невидимо Так же Как воздух Он же есть Но его Никто не Видит Вот Анна Ахматова Как древние В Коломенском Ворота Они стоят Совсем Недавно Тут За ними Ничего А было Что-то Как никуда Слова мои Ведут Но иногда Люблю я Распахнуть Вон эти Створки В далекий Путь И в ближний Омут Что одно И то же Это все Совсем На смерть Похоже Вот Две цитаты Валерия Брюсова Из ожидания Пусть милый Не торопится Пусть в омуте Утопится Не видеть бы ему Бреха В своем Дому Ну и во вторая Цитата Валерия Брюсова Демон Самоубийства Вот опять Человек Страдающий Доведенный До отчаяния Демон Самоубийства Ему нашептывает Своей улыбкой Странно длительной Глубокой тенью Черный глаз Он часто Юноша Пленительный Обворожает Скорбных нас В его улыбке Странно длительной Глубокой тени Черный глаз Есть он У тайны Соблазнительной Властительно Влекущей нас Ну и как даже Владимир Семенович Высоцкий Может такую Вот запевку Дать Это гимн Что называется Тоска Переходит Уже Как бы В гибель То есть Омут получается Вообще Натурально Идеальное место Где доведенный До отчаяния Человек Идеальный Да может Покончить счет С жизнью Камнем Грусть висит Во мне Омут меня тянет Отчего Любое слово Любое слово Нынче Ранит Вот Ольги Бергольц И кинувать Не порти Зря И в омут Выкинь Губенец На омутах На пустырях Моя судьба И мой конец А вот У Веры Меркуриева Опять личную Жизнь Как-то Связывает А разве Есть на свете Любовник Чье объятие Забвение Даст Навек Как тот Спокойный Бездонный Омут Где Мера Жизни Полна Поверх У Льва Моя Стихотворение Оборотень Дорога В омут И с камнем На шее А для него Для милого Дружка Выдержни С телом Серьгу Из ушка Александра Герцека Смертный Час Через омут Жизни Мутной Как сверкающий Алмаз Ты нас Тянешь Ты нас Манешь Смертный Час Даже У Мандельштама Стрекозой Не только люди Могут Погибнуть То пряжу За собою Тянут И словно Паутину Ткут То распластавшись В омут Канут И волны Траву Сомкнут У Александра Тинякова Ну зам Забвение Тоже В счастье Со смертью Много дней С тех пор Погибло В тихом омуте Забвение Но во мне Не погибали Зерна горького Учения У Вячеслава Иванова Землю Саваном Крыли Сугробы Красовались Поваплены Покрашены Гробы Растопила Снегов Белизна И размыла Погост И весна Исплывает Не в омутах Адаль Ну вот Адаль Печальное место Я думаю Гима Всему этому Такой Нашей безнадеги Российской Типичной Думаю Наши Поймут Александр Прекрасное Убренные Пожитки Собирать Вот эти Знаменитые Строки Сергей Есенин Писал На смерть Александра Ширяевца В мае 1924 года В темном омуте Бездон Водяным Завороженным Я хотел бы Потонуть В мир Иной Уйти От этой Жизни Счастьем Несогретой Беспробудным Сном Уснуть Пусть Поют В лесу Прибрежным Соловьи Аккордом Нежным Панихиду Надо мной Пусть Ведь Мертвые Встречи Ласки И услышу Песни Сказки У царевны Вдяной Георгия Шингели Такой Прямо Склеп Но где-то знаю В омуте Мутном Мерцал Потаенно Широкий Взор О древнем О смутном О бесприютном Ушедшем В сумрак Могильных Нор У Владимира Набокова Даже месяц Может мертвый Быть в омуте В парижской Поэме А мосты Это царство воды Посмотри Как стекло Несравненной Аптеки И оранжевые Фонари А вверху Там неважные вещи Без конца Без конца Только муть Мертвый В омуте Месяц Мерещец Неужели Я тоже Забудь Ну вот Омут Забвение Людмила Корнаева Этого Современной Поэтессы Из огней Гавани Очень красивое Стихотворение Ветер Закружит Последние Листья Бросит Их В омут Забвение Лето Осень Поплачет Над ними Неслышно Все Мимолетно Проходит И это Тихо Плывут Времена Мимо Окон Щедро Даянам Капели Метели Не поглотит С собой Омут Забвение Но больше всего Конечно У поэтов Почему-то Омут Ассоциируется Со страстями С пороками С такой С людской Плохой Жизнью Порочной Непристойной Неприличной И давайте Прямо начнем С наших Классиков Великих Вот Михаил Лермонтов В стихотворении Журналист Читатель Писатель Говорит Очень жестко Писатель Тогда пишу Диктует слово Пером сердит И водит ум То соблазнительное Повесть Сокрытых дел И тайных дум Картины Хладной Разврата Предания Глупых Юных Дней Давно Без пользы И возврата Погибших В омуте Страстей Средь Битв Незримых Но упорных Среди Обманщиц И невежд Среди Сомнений Ложно-черных И ложно-радужных Надежд Александр Сергеевич Пушкин В шестой Главе Евгения Онегина Говорит так Более мягко Но тоже Омут Отрицательный Образ Дай оглянусь Простите ж Сени Где дни Мои тепли В глуши Исполнены Страстей Лени И снов Задумчивой Души А ты Младое Вдохновение Дремоту Сердца Оживляй В мой угол Чаще Прилетай Не дай Остыть Душе Поэта Ожесточиться Очерстветь И наконец Окаменеть Вертвящем Упоении Света Вся Момуте Где с вами Я Купаюсь Милые Друзья У Николая Некрасова Такая Пороки Махинации Финансовые Очень красочно Описаны Вот В современниках Есть Однако И мнение Противное Говорят У него Никаких Дарований Богатство Фиктивное Говорят Он Игрушка Других Нужен Он Для Одной Декорации Три-четыре Искусных Дельца В омут Самой Шальной Спекуляции Словно Мячик Бросают Глупца Вот Вторая Некрасова Вдруг Конец Истории В тридцать Лет Герой Прыг С обсерватории В омут Биржевой Ну вот Третья Из стиха Газетная Тоже Некрасова Через Дым Разъедающий Очи Милых Дам Убивающих Ночи За Игрою В лото Домино Разглядеть Что-нибудь Мудрено Миновав Этот омут Кромешный Это Тусклое Царство Теней Добрались Мы Походкой Неспешной До Газетный Здесь Воздух Свежей У Петра Вяземского Глаз Общественного Мнения Это Не Всегда Благо Общественного Мнения Глаз Не Завсегда Есть Лозунг Верный И Часто Завлекает Нас Он Вомут Всякой Лжи И Скверны Вот Пошлость Отвратительная Людская У Алексея Плещеева Выражена Очень Красочно Настанет Тяжелое Время Тоски И Душевных Тревог Но Все Пусть Лучше Страдания В удел Посылает Ей Рог Чем Пошлость И омут Бездонный Что Много Так Жертв Поглотил Где Много Так Гибнет Бесследно И Честных Стремлений И Сил У Евдокии Растопчиной Страсти Злые Увлек Страдальца В омут Свой Душой Играя Озлобленных Страстей Чувств Поток Хищные Дела Владимира Бенедиктова Это старый Поэт Выстребон Где Дар Ветийства Человечностью Гремел Прямо Ринулись В убийство Грязный Омут Хищных Дел Бенедиктов Сторемения Кошкина Да 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 Скорее Всего Вот Александр Тиняков Это Серебряный Век Земная Скорб Обманы А земля Обогренная Кровью Погруженная В омут Обманов Обращала К ним Взоры С любовью Из-за Полога Бездных Туманов Сергей Бехтерев Страдания В годины Мок И горьких Испытаний Разбитых Чаяний Желаний И надежд Они Зажглись Над омутом Страданий Для нищих Веруют Безумцев И невежд Ну вот Брюсова Страсти Тоже Я видел Склоны Грозных Гор И шире Я видел Склоны Грозных Гор Шир Радостных Морей Я знал Восторг Я знал Позор Все омуты Страстей У Кристины Кротковой Кротковой Омут Мук Когда-нибудь После Мой друг Внезапной Тоскою Забью Из самого Омута Мук Погибшую Память Мою Максим Горький Омут Бедствия Описывает Очень красочно Тому на свете Тяжело Кто сердце Чуткое Имеет Но всюду Видит Ложь И зло Но правды Высказать Не смеет Кто в омут Бедствий Погружен И неразумную Толпою Не вешт Лукавых Окружен Не вешт С их Совестью Слепою Кто в мире Одинок Живет И видит Правду Презирают И крику Правды Не внимают Когда он Песню Запоет У Константина Бальмонта Омут И порока Но в них Человек Бросается Узоры Перстые Прорезаны Глубоко Хочу их Смыть Нельзя Он шепчет Перестань И с диким Бешенством Я в омут И порока Бросаюсь Радостно Как хищный Зверь На ламе Вот Аполлон Майков Такой Исторический Очерк Что Порочная Жизнь Плохая Не спасла Древнейшие Культурные Центры От гибели И не обращайтесь Когда говорят Культура Без культурья Это ничего Не значит Самое главное Опять заповеди Любовь Любить Творца И человека Палачи Гестапо НКВД Они были очень Грамотные люди Очень много знали И посылали Миллионы людей На гибель Поэтому не обращайтесь Все это человеческое Как культура Оно ничего не значит И вот Идет прямо из древности Аполлон Майков Открывок из дневника В Риме Но с бегом Быстрее Полнее Шумнее И шире Свирепые воды И мнится С падением Их бездну Обрушится Все Что встречалось Им в беге Что мчалось С ними Противясь Их силе Все рухнет Сущие ныне Народы И царства Туда же Обрушится В омут Куда уже Пали И Рим Колоссальный Всемирным Венцом И рабами Со златом Палат Колесницы Кровавых Кристалищ И фиф Пирамиды И Мемфис Со мраморной Стены И он Вавилон Со своей Донебесной Башней Ну а вот И часто Могут Помещаться В силовическом Сердце Если там Нет любви И никакая Культура Ничего Не спасет Содом Тоже Весьма Неприятное Место Николай Гумилев Ну он Образно Но Тем не менее Только Разлилась Река Брод Словно Омут Содомский Тщетно Терзает Бока Шпорит Коня Неведомской Ну и Вячеслав Иванов Поддерживает Все Что Омут Охроится Под Блестящим Гладким Льдом Распечатать Мертвый Дом Где От Белой Дня Таится Подсознательный Содом Барыши Выгода Житейская Александр Баласогл И выбрал он Брезгливый К стаду Сноснейший Ому Для души Где ум Кружится До упаду Мотая Жизнь И барыши Ну вот Пьянство Потихонечку Переходит Александр Тиняков Вот Дни Бывает Я Слабею Тону Как в Омуте В вине И верю Ласковому Змею Что ждет Меня На Зыбком Дне Вторая Цитата Тинякова То тоже О пьянстве Но Собутыльник Грубо Тронет Меня Дрожащей Рукой И сердце Вздрогнет И застонет И в мутном Омуте Потонет Напек Рожденный Синевой Сергей Александрович Есенин Письмо От матери Цитата Но ты Детей По свету Растерял Свою Жену Легко Отдал Другому И без Семьи Без Дружбы Без Причал Ты с Головой Ушел Кабацкий Омут Даже Обычная Такая Мирская Забота Человеческая Это тоже Грех Когда Все Суетимся Пыли Глаза Даже Не можем Поднять Чтобы Посмотреть На небо На птиц На небесных Тварей Константин Фофонов Жало Кто Живет Жало Кто Полня Стоять И слушать Монотонные Службы На Полумертвом Языке Слово Божье Как обоюда Острый Меч Входить Рассекать И Слушай Никогда Не говорил Вперед Ну вот Таня Станчиц Это наша Поэтесса Из огней Гавани Интересно Не знаю Правила Игры Я просто Дура Мои Отвергнуты Дары Душой Натурой Моей Музыкой Детьми Отцом И кровью Ты Конечно Вомут Мишуры И В безлюбовье Вот Потрясающая Поэтесса Ксения Петрова Сейчас Мы тут Пложим Специально Стихотворение Да Как раз Тут все Омуты Написал Омут земных оков Омут седой Неласковый Омут слепой Рясковый Омут земных оков Омут одежи Сношенной Омут травы Нескошенной Омут страдных Трудов Омут обетов Клятвенных Омут ренков Пожатвенных Омут ольхов И дров Омут коней Стреноженных Омут самов Остроженных Омут шальных Голов Омут Любви У любови Выжданной Омут надежды Выжженной Омут Порочных Снов Омут Зари Невстреченной Омут Печали Свечевой Омут Вороний Вдов Омут Врагов Отчаянных Омут Стихов Стихов Нечайных Омут Безберегов Омут Седой Неласковый Омут Слепой Рязковый Омут Земных Оков Ну и давайте на контрасте я тут тоже такой придумал специально чтобы сейчас мы первую часть грустную заканчиваем мои строки такие такой каламбур Омут и жизни в омут леса за грибами мы нырнули ночь прошла двое суток проплутали в сотни метрах от села отыскали две свинухи сыроежку маховик получили оплеухи от рассерженной родни вышел дед с большой двустволкой с пули ствол загнал патрон в омут грядок на прополку под конвоем вавилон мы без устали пололи лук с морковью в перегной сорняки остались в поле долго били нас с тобой в омут сада приползли бы на лопаты рукоять траектории незримой по спине пошла гулять скрылись в омуте канавы два усталых чудака эскаватор дяди славы нам ковшом намял бока лишь вернулись в омут дома сразу встретили дубьем по тропиночке знакомой в омут кладбище идем ну и вот у Рюрика Рока кому бывает что уже то ли омут не такой глубокий а может слишком глубокий то ли тоска не такая тяжелая или не хочет идти но бывает не хочет тонуть и кому в чьи руки бросить гореть этих строчек и ненужность и забвения этих встреч желтенькие по сине хрупкой свою точек как тоска моя не хочет в омут синий лечь ну вот полной печали страстей первая часть у нас закончена сейчас будем выходить ну и так для разнообразия английский юмор такой анекдотик небольшой ну кто слышал Англия побережье океанское хороший солнечный день один англичанин пловец спортсмен заплывает далеко далеко и никого уже нет и видит рядом с собой человека в смокинге прямо в костюме бабочки тут пловец так удивленно спрашивает сэр а почему вы купаете в смокинге тут так спокойно отвечает сэр давайте Илья Гетцов прекрасный автор исполнитель сейчас что-нибудь такое яркое споет и дальше будем выходить сейчас чуть-чуть я подстроюсь чтобы удобнее сидеть слышно было так как-то наверное можно то что я понял из лекции что Омут это какое-то неизвестное место где есть какая-то какие-то большие глубины и там может быть все что угодно могут самы а могут и русалки быть а значит русалки это соответственно могут и порока и всего от русалок можно ждать всего что угодно все что угодно значит для разнообразия вот такая вот такая вот веселая песенка я хочу сказать спасибо во многом у меня тут есть авторы одна девушка поэтесса из Уфы она написала такие строки как меня как меня иногда Ленинградит и возможно еще Петербуржит значит вторая моя знакомая из Италии разместила эти строчки у себя ВКонтакте на своей странице и хочу еще поблагодарить итальянского певца хотя он об этом не знает что я написал эту песню певца с псевдонимом Пупа Энцигенаци фрагмент песни которого я буду использовать Поехали Как меня иногда итальянец среди золякотех ветра и стужи я особенно если по пьяни рвусь туда но увы там не нужен меня рибит веронит меланит даже страшно сказать генуэзит раз так сильно в Италию тянет я спагетти поем полоньезе я открою бутылочку граппы что не лучше ничуть самогона лягу спать пусть от мощного храпа содроганутся Милан и Верона джелата чоколаду толчун пасталату джелата чоколаду джелата чоколаду джелата лорупа джелата чоколаду вот такая вот песня более серьезную песню я все-таки сыграл песня на стихе поэтессы Мэй Винтер называется Скатерть в каждом слове чудятся намеки в каждом взгляде видятся послания как же мы фатально одиноки мы себя как скатерть разослали тут пятно от пролитого яда там прожгли случайно сигаретой с краю чья-то жирная помада белизной сконфуженная этой здесь застыли лужи парафина а вот тут летишь ты надорвали это скатерть странная картина смысл ее ты разберешь едва ли в каждой складке чуются намеки в каждой кромке прячутся послания как же мы фатально однобоки а душа как скатерть в ресторане а но теперь песенка тоже более веселая к этой теме обращались многие авторы исполнители андрей макаревич булата куджава и я вот попробовал тоже эту тему как-то раскрыть чуть-чуть по-своему посвящается тем кто пишет стихи кто их слушает давайте поиграем в буриме и создадим рифмованные строки ведь это лучше чем блуждать во тьме и ныть о том как все мы одиноки давайте чистым сделаем наш двор цветы посадим вычистим газоны и прекратив все жалобы и стоны начнем неторопливый разговор давайте песни радостные петь о жизни о любви и о природе чтоб перестали мы себя жалеть и улыбнулись в солнечной погоде спасибо 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 большое Илья света влив ну и в самом деле сколько мы про бедные омуты наговорили всего плохого ужасного но вот если так с другой стороны посмотреть вот река когда если в реку упадет что-нибудь на течение разве найдешь нет по крайней мере если упадешь в яме где лежать я вот живу там у реки поливал боярышник засуху и неудачно у меня ведро упало я разделся даже бросился но все уже уплыло не успел а уплыло бы в ямку в омуток нашел бы река если мелеет где воды набрать в ямках в омуток даже вот река жизни сейчас река времени вот все легтовесное ненужное люди вожди да и псевдокультуры сами же видите все уходит уплывает уплывает все а тяжеловесное настоящее без которого действительно прожить его не так и много оно вот оседает в этих ямках подчеркнуть для себя много полезного нужного где подчеркнуть в омуте даже и люди такие один человек такой балабо в одно влетело вылетело другое все а другой омут человек мудрый ему надо выпить иногда что-нибудь для кондиции но не как клиенты в руке чтобы разговаривать тогда он тоже много вам достанется добро поэтому вот часто в омуте можно и хорошее что-то найти вот давайте посмотрим что можно найти хорошего в омуте вот Вячеслав Иванов где омут синь там сеять закинь и выловишь венец видите как противорез всем этим горестям вот вторая цитата Иванова мой змею венчанный державный между змеями заветных омута в омгле море искал и плавал аметист и влажный лал то есть рубим сверкал в смрагатных глубинах зажженных чешуями смрагат изумрут вот какие драгоценности вот у Павла Ершова в коньке горбунке совершив такое дело в омут кинулся он смело и в подводной глубине вырыл ящичек на дне путь по крайней мере сто вот у Александра Вельтмана опять с алмазами с драгоценностями наслаждайся негой праздный омут краше всех хором обнесен стеной алмазной и унизен жемчугом у Николая Клюева сладкий омуток будь соглядкой голубок омут сладок и глубок искупайся сокол в речке будут крылышки с насечкой клюв булатный из Дамаска чтоб продлилась солнцем сказка в омут глаз в снопы кудрей жизнь без плахи и цепей вот вторая цитата Клюева опять связана с добром с красотой от человека очень много зависит уплыть в твои раны как в омут речной насытиться тайною глубью живой достать жемчугов золотого песка стать тожником светлым чья щедрая рука вот от человека все зависит или барыши как у них все или вот добрый человек который делится вот совсем другая картина у Максимилиана Волошина в святом Серафиме ну как противовес всей этой тьме ужасной безнадеги как не туго вяжет плод земная как не крепко выведены своды и распоры тела но какой темница удержать верховный омут света ураган молитв и вихри словословий вот это неземная человеческая мудрость а всего-то надо поднять пустую руку и взять что творец дает и все половить в сердце всего-то очень легко и очень трудно одновременно Иннокентий Анимский хочет отдохнуть у омута где над омутом синеет тонкий лед там часочек погащу я кончик лед Петра Якубовича вот в сказочном городе я люблю этот омут где дышишь океняющим запахом ран и клокочущий грозный вулкан под ногами усталыми слышишь где так жадно бороться спешишь жить и действовать вот у Осипа Мандельштама желанный омут две цитаты сейчас будут благовес грядущих дней и борьбы желанной омуту борьба за добро за счастье и вторая цитата в омуте синим розовый бал лишь бы почина я не проспал ну вот про мудрость где подчеркнуть мудрости опыта культуры настоящей что люди создавали тысячелетиями не так много но есть действительно нужной вот Ольге Тельтовт ты завещал хранить в веках немыслей глубочайший омут и вот обещанная цитата Александра Башлачева из песни стихотворения в чистом поле дожди косые стань живым доживешь до смерти гляди в омут и верь в судьбе как записки в пустом конверте адресованный сам себе вот Сергей Бугаев это наш из Гачинского района прекрасный поэт современный вот у него где-то перекликается вот опять поэты настоящие они идут по этой грани невидимой Сергей Бугаев да жить грядущим глядеться в омут жить без страха о прошлом не лгать невзирая на лживый шепот на своем пути устоять пусть атака опять захлебнулась пусть и мельниц копьем не достать знаешь судьба во весь рот улыбнулась вернись пулю не надо искать клюев вот с людьми связан как в омут нырнул меня народ родной бесноликий вот Вячеслав Иванов даже Леонардо да Винчи с омутом сравнивает о Винчи зеркало в чем омуте бездонном мерцают ангелы улыбчиво нежны лучом безгласных тайн затворе огражденном зубцами горных льдов и сумрачной сосны ну теперь переходим что несмотря на то что омут такое место опасное пресловутые течения второе завихрение говорят из него так не выплыть надо нырять ну я никогда не пробовал но второе течение видел даже такие протоки омутные есть даже вот в Горьковской области протока Волги чертово течения называется вроде и не озеро и не река вот такое и такое место неприятное довольно ну больше всего что еще можно хорошего найти в уме конечно рыбы часто прячется ну первое какая рыба может быть сом конечно неизменный обитатель омутов вот у Бориса Корнилова в стихотворении Соловьи и Иха а земля дышала грузная от жиру и от омута самином оливей соловьи сидели по ранжиру так что справа самый старый соловей и трава грозой весеннюю измята дышит грузная теплая земля голубые ходят в омуте самята поларшинными усами шевеля окуни тоже вот у Бориса Корнилова да сам видел один раз ловил рыбу на реке холодный ручей маленьких и вот мимо пока снимал с крючка маленького омута большой наверное почти вот до локтя проплыл промелькнул на светлой полоске опять омут большой потом целый месяц наверное горевал и около маленьких окон ты слушаешь сев на крылец как плещется в омуте оконь и треплет язык бубенец а вечером сонная заводь туманом и теплой водой зовет по мальчишески плавать и плакать в тоске молодой вот у всего водородственского тоже с окунями сколько розовых зорь здесь встречено с поплавком над застывшим омутом окуневых глубин примечено в черном озере ряской и тронутом вот и вторая цитата его родственского знаю уберет зеленый локон знаю в омутах гуляет окунь и вот а рыбалки нам же в царе Анид Мартынов а вот посмотрели бы вы как в омуте мечется окунь сам пленник плененной плотвы ну щуки конечно вот у Василия Майкова река мелка или глубока равно для рыбака он может поймать повсюду рыбак лишь кинул в омут уду тут щука приплыла и уду трях вот щуку Вадима Шефнера замечательное стихотворение отрывок во тьму на дно речного омута где щука старая живет засасывает листьев золота задумчивый водоворот плывут все новые и новые погружаются на дно на дно березовые кленовые водовороту все равно да щуки живут в омутах вот я омут из детства каждый день вспоминаю от Рощины недалеко речка Великая на Химовском озере вытекала причем сначала светлая вода там даже финские набережные такие еще старые и потом она темнела темнела туда уходила на север там был один омут на другом берегу я боялся классический омут речка небольшая вода светлая вот черный-черный я уже когда потом большой был когда школу закончил искупался в нем ну там вот так примерно было для этой реки большой и там черная ольха такие деревья вот уходят кружки такие там папа кидал один несколько раз и вот я видел щука атакует на грани вот омут здесь на светлой ну сантиметров 20-30 от грани омута светлая вода вот щука атакует блесну это потрясающее зрелище и вот у меня такие строчки этот омут действительно каждый день вспоминаю вспоминаю старый тихий омут как к нему добраться сквозь года почему надежды быстро тонут а печали на плаву всегда были щуки в омуте в засаде вылетали стрелами на мель и кувшинок яркие тетради окаймляли водную купель может скрытый в омуте надежды если унесло кручины вдаль а над ним наброшено ли как прежде зелень узорная вуаль ну а может речку спять пустили не осталось дома и красоты и деревья на дома спилили всюду боль холодной пустоты памяти останутся конечно чудеса задумчивой глуши бег реки веселый бесконечный как полет возвышенной души ну вот такая рыбка замечательное створение у Игоря Северянина даже красная рыба наступает весна я ушел на нее из прискучивших за зиму комнат целодневно бродя вдоль извилин ее водяных посещая один за другим завлекающий омут таятся лохи но кто знает в котором из них ну лох это лососевая рыба даже по-фински лохи лосось значит и мы лохи да у нас это часто игра слов ну а у Николая Клюева такой такой сказочный каламбур здесь все вместе некисная сила но в то же время осетр возлюбленный камень где тысячи граней в их омуте плещет осетр сатана в змейной повязке на серном кабане бледет сладострасти обители сна ну Велимира Хлебникова такая какая-то рыбалка непонятная над тобой носились беркута порой садясь на бога грудь когда миял ты рели амута на рыбки наводя поселки жуть ну наверное уже рыбы хватит потому что если слишком фосфора много будем слишком умны это добро мне кончится у Марка Твена наверное знаете ответ будущему гению когда молодой писатель прислал Марку Твену свои произведения тот ему ответил да Агасис действительно рекомендует рыбу потому что там содержится фосфор который стимулирует работу головного мозга и повышает в том числе и способность к творчеству но если это типичный обращик вашего произведения то все что вам нужно это два кита не каких-нибудь больших а средних размеров средних два кита ну вот давайте теперь к воде перейдем а вот нет ли у вас темы воздух ну пока нет воздух давайте теперь непосредственно к воде полюбуемся вот красотой воды начнем вот классика девятнадцатого века Алексей Константинович Толстой где гнутся на дому там лозы где летнее солнце печет летают и пляшут стрекозы веселые ведут хоровод дитя подойди к нам поближе тебя мы научим летать дитя подойди подойди же пока не проснулась мать под нами трепещут былинки нам так хорошо и тепло у нас бирюзовые спинки а крылышки точно стекло мы песенок знаем так много мы так тебя любим давно смотри какой белый патлогий какое песчаное дно автор какой это я говорю Алексей Константинович Толстой 1840-е годы Владимир Луговской это тот который написал «Дня Серебряный» да а и много Толстого это не нет именно этот Алексей Николаевич Владимир Луговской по всей России реки побежали бездонными темнее амутами вот Михаил Занкевич о Москве реке пишет внизу река Москва течет пустыдно по амутам и отмелем струясь Георгий Иванов глядит луна холодным взором гробится в омуте ручья на поле крадится дозором глухая сила воронья ну ручей и речка часто схожи бывает ну вот я могу реку омут это холодный ручей или булатная не знаю как сейчас она действительно опасное место я там почти никогда не купался там в одном потому что там действительно очень не знаешь где берег все время какие-то водоворотики такого зелено-коричневого цвета это вот прямо хотя рыбы там очень много наш сосед Борис Богдасарович нас вывез на рыбалку один раз на машине там такое место можно с любого места кидать в реках везде поймаешь но у него резиновая лодка была и он решил половить ему очень омуток на той стороне приглянулся речка небольшая метров 40 максимум ширина он выбрал место очень неудачное справа был перекат ему было отойти метров 50-60 туда и все вверх по течению он его отнесло почему-то туда у него камень которым лодку привязывает якорь куда-то уплыл а спиннингом он зацепился за кусты этого имника он там подгребает спиннинг у него лет 20 лежат подгребает подгребает я раз его сносил подгребает он там ругается потихонечку мы это слышим потом он сломал потом я это все мальчишкам описывал красочные подробности потом как он в ванне тренировался вспоминали лето вот это холодный ручей вот Сергей Абрадович как раз летняя лишь опрокинутая ель над знойным омутом из солнца доиздали гудящий шмель неугомодный как бессонница ну вот у Валерия Брюсова такое морское или большое озеро ветер сумрачный пророчащий всплеск волны прибрежье точащий старый сосен скорбь да и скрип скрип на граните вдоль расколотом отливая тусклым золотом куст над дому там повис ну вот у Велимира Хлебникова такой поход чтоб кашу сварить пламя горит а в омуте синим листья кувшинок вот у Бориса Коронилова чаепитие красиво такие омута лиловые стоят омута с лиловатым отливом речные глубоко мерцают огни в купании в тоске в разговоре шутливо проходят мои безвозвратные дни казалось бы старое доброе время но на самом деле не такое старое и не такое доброе сам Борис Харитонович Корнилов расстрелял в 37-м 30 лет всего прошло Дмитрий Кедрин про Аленушку только все ты вынесла и снова за раздольем ниф где зреет рож на пеньке омута лесного песенки песенку Аленушке поешь ну вот лилии конечно омут омута растут Осип Мандельштам и царствовал и никнул он как лилия в родимую омуту глубина где стебли тонут торжествовала свой закон у Виктора Соснора тоже лилии худые им лилии хоть и не холодно ходят по горло не ходят с белыми лирами в озере омуте что-то свое хороводят ну и потрясающе стихотворение Есенина прямо стык стихий воду пьют из кружек из стаканов воду пьют из кружек из стаканов из кувшинок также можно пить там где омут розовых туманов не устанет берег золотить Есенин больше не добавить стык грань стихий соединяется и вот можно выбрать для себя что лучше что красивее Осип Мандельштам фрустальный омут в фрустальном омуте какая крутизна за нас сиенские предстательствуют горы из сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе где шерсть и тишина ну вот настоящие поэты они даже уходят от воды все равно вода присутствует но в то же время полет творческая мысль душа поэта всегда выше вот даже перед пещерой Вячеслава Иванова может быть омут и вниз вели где тяжкие струи спят омутом пред сумрачной пещерой и крадут блеск мгновенной чешуи ну вот у Николая Рубцова в тихотворении песни такая мрачноватая наша опять северная природа заскрипели ворота потемнели избушки закачалась на одном мутом ель слышен жалобный голос одинокой кукушки и не спит по ночам коростиль у Виктора Бокова хожу над речкой омута где чутко дремлет камыши но оценить ли так другому-то другому-то всю красоту твоей души вот Сергей Бугаев про плотину Белогорки пишет это Оридиш приток Луги мир разрушений и муки страстно течении реки схлипы рыдания и стуки омуты темной тоски речка в изгибе колена прячется словно нога скалы отвесные стены век размывает она а за порогом в бездонии вкусит смирение вода силу свою как ладони сложит на сердце из льда и вот Лидия Андреева это тоже поэтесса из Гачинского района она тоже как раз вот пишет красочно но мрачновато правда про реку Оридиш так и называется черный конь Оридиш глубока и темна река и крутые ее берега а зимой так не прочен лед ты гляди а то унесет в темный омут волшебный конь с гривой рыжий как огонь с гривой красную как песок что покорно лежит у ног тихо шепчет ветрам в ответ а потом проглотит твой след не оставит пустых надежд черный конь буйный Оридиш выпьет кровь он твою с росой и горючий прольет слезой спрячет душу твою на дне жизнь твою растворит волне поэты у них как я уже говорил поднимается их стихия поэзия над водой небо вполне может быть омутом Борис Поплавский две цитаты не смотри в небеса упадешь фиолетовый омут будешь жить средь живых как больной позабывший свой дом как звезда на весах там сам с улыбкую гибнут и тонут ты же гибнуть привык образуйся и спой о другом сенокоз на лугу под звенящей косою травы падают в омут небес но это действительно вполне справедливо даже на фотографиях бывает где вода отражение где 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 настоящая земля непонятно так же и омут неба омут с водой вот у Есенина это прекрасно выражено омут розовых туманов вся стихия сливается в едино и тут уже не разобрать где небесный где водяной омут вот у Сергея Шервинского стиха о стихах об Армении а там по безлюдью сухому у последних лачок на слом где безликий небесный омут перерезан косым стволом вот грозовой омут Константина Бальмонтова такой злой уже и туча протянется с молнией с громом как явольский омут как ведьмовский сглаз но древо есть терем этим хоромом нет гибели веченых страх Сергей Мишин ну это вот современные поэты я там из журнала перестроечных смена огонек нет перелопатил выбрал несколько цитат Сергей Мишин небо потемнело словно омут мрачный дождевые стрелы хлещут скат чердачный Владимир Шумак это из геологоразведки тоже современные 70-80-х годов растворились в омуте небес птичьи караваны на полгода вот последний клин мелькнул исчез и грустна осенняя природа хочется все-таки отметить чуть-чуть вот у Ирины Лобановой вот в противовес она тоже из этих журналов но там и вода и небо вот потрясающие два стихотворения рассвет и восход потрясающие проникла в сердце грусть и темный сумрак леса заманивает вглубь какому-то вода с дороги сдула пыль и словно за навеской задернулась мучи в ночи последняя звезда туман лежал у ног вдоль леса изогнувшись холодный больной идти во враг не смог и легкий василек едва к утру проснувшись от утренней росы свежести продрог это рассвет а вот тоже у Ирины Лобановой восход затянулась ряской гладь воды у берега словно алой краской выкрашено дерево вот небо загляделась в омут я тихого потока утонуло облако в заливе востока мирное время замер начиная сутки синими глазами плачут незабудки и уже напевный голос птиц я повсюду этот миг волшебный жизни не забуду ну небо переходим к небу дальше солнце Николай зарудин черноглазых вишен в жаркой ране тополей в синеющем дурмане омут солнца утро босиком есть еще и утро на Кубани и вдовы перепелицыны есть дом вот у Вячеслава Иванова северное солнце или сякнущую кровь что с твердей не стекла сочится в омуты помершивая стекла а у Светланы ромашевой даже около ног где-то может быть омут солнца вечер наверное может быть и утро когда еще бывает так поднимаем низко а мне бы взглядом прикоснуться к бескрайним шелковым лугам и в омут солнца окунуться что летом стелется к ногам вот у Бориса Поплавского опять потрясающе когда жарко как мираж поднимается тоже можно с омутом сравнить телеграфный трезвон над землею и смолкает недвижно певуч и горячей лоснице водою желтый омут меж глиняных круч ну а у Эдуарда Багрицкого в думе про Апанаса тоже целые попури омутов вот интересно гамма омутов прямо кинешься в тумане омуты речные вправо немцы хуторяне влево часовые над костями голубей непроглядный омут да идет красноармеец на побывку к дому и пойдет через равнину через омут зноя в молодую Украину в жито молодое вот тоже хочется и с небом сравнить вот у Ксилии Петрова это потрясающее средстворение небольшое отразилось в омуте черемуха отразилось в омуте черемуха отразилось в нем неотразимое спорит со своим же зазеркалием трелью соловьины одержимое не стыдясь созревшего желания от весны соков опьяненное сыплет щедро пышное соцветие понагладь пруда заговоренного пусть берут завитки разделенные чудище болотницу безглазую отразилось в омуте черемуха отразилось отразилось снова белоглазое Землю Юргиса Батрушайсиса, но тоже. Но были звезды, сны цвели безмодных омуток земли. Тоже вода и небо связаны друг с другом. И земля, и небо, и вода, и небо. Владимир Салаухин у моря. Разгулялся ветер на просторе. Белопенный катится прибой. Вот и я живу у синего моря, Тонущего в дымке голубой. Не испить его, не поглядеться, Словно в тихий омут на лугу. Ничего не вспомнится из детства На его бескрайнем берегу. Ну, луна. Дальше по логике, по здравому смыслу, Вполне может быть омутом. У Лидии Алексеевой. Если сядешь в лунный омут на полу, Шелковинку вденешь запросто в углу, А заглянешь в опьяневшее окно, Ночь висит, как голубое полотно. У Алексея Лозины Лозинского Луна желта, шаманское кольцо, Ей в омут брошено таинственный. Виктор Шатров, современный поэт. Лунный омут желтизною Манит пропасть на видении. Небо в звезды мариоли, Блики, отблески и тени. Ну, звезды. Дальше идем. Вячеслав Иванов. Но ли шум от звезд трепещет В тайне тверди, В тайне волн, Да браздя пучину мещет Брызги тлеющие чел. Вот Александр Александров Из Огней гавани, Сорока уст. Прекрасный поэт, Но он довольно сложный. Вот так не возьмешь, Надо читать медленно. Как знак того, Что и покой не вечен, И звезды обрываются, Как ноты, И попадают в омут Бесконечно свивающегося Водоворота. Да, обязательно. Ну и вот хочется Свой тоже омуток ставить, Такой писал вот Лесное наступление утра В звездный омут Лес закинул сети, Лап еловых длинный перемет. Хладный луч стегает Желтой плетью И левчащу дар чудесный льет. Ручейком из омуток небесных Лунный блеск Растекся по стволам, А медузам-звездам Стало тесно, Поползли к макушкам и ветвям. Ранней трелью Звонкой, голосистой Утро будет царство темноты, Челноком рассвета золотистым Заплывает в море темноты. Дальше переходим Николай Клюев Поддонный псалом Ты прими поклон мой вечный, Родимая, Свечу мою бисер слов Любви неподкупной, Как гора необхватной, Свежительной и мягкой, Как хвойные омуты Кедрового моря. К лесу переходим Глеб Семенов бабочка Летит под всеми парусами И весил час ее земной Обворожительное тело Обрушит в омут поселька, А я бреду себе, Вспотела Моя тяжелая тоска. Ну вот, грустные стихи Георгия Иванова. Две цитаты, это уже, так сказать, последние годы в эмиграции. Опять связано с уходом с галактикой, с другими галактиками. Пароходы в море тонут, Опускаются на дно, И в междупланетный омут Окунуться не до дно. Сухо шелестит омело, Тянет вечностью с планет. И кому какое дело, Что меня на свете нет? Вторая. Уже чувствуется, Что уходит человек от нас, Уходит поэт. Уплывают маленькие ялики, В золотой междупланетный омут. Вот уже расстраивал самый маленький, А за ним и остальные тонут. На последней, Самой утлой лодочке, Мы с тобою Качаемся вдвоем. Припасли, дружок, Немного водочки, Вот теперь ее и разобьем. Ну, тоже Идеализировать омут не стоит, Все-таки довольно опасное место, Про подвороты я уже говорил, Это и коряги, Сваи старые, да и человеки, Сейчас прямо целые матки Колючей проволоки можно найти, Гибнут даже андатры бедные сам, Они не такие ловкие, Пролиткие, как выдры, Не такие мощные, как бобры, Андатры иногда гибнут, В этих местах Нагромождение, Да и купаться, Это тоже опасно, У нас там есть один омут, Но я в нем никогда не купаюсь, Потому что чувствую, Там много нанесло всего, Там нога попадет, И все это, Где я сейчас живу, В Гачинском районе, Ну, это речка Судинка, Приду, колите же, наверное. Вот Даниил Андреев, А он уже мчал нас плавучий гроб, Глубже Америки, Глубже Европы, Амутами Мальстрема, Туда, где трансфизическая вода, Моет пустынный берег покров, Следующего из нисходящих миров. Вот вторая цитата Андреева. Солнцем другим опаленный, Омут грядущих мальстремов, Новых созвездий восходы, Видевшие издалека, Как он поведает сонной, Скудной стране о народах, О многоцветных эдемах, Нового материка. Ну, это Мальстрема у Скандинавии, Очень опасные водные течения, Можно сказать, Синоним катастрофы, Если судно туда попадает, Очень мало шансов уцелеть. Ну, вот у Константина Бальмонда Опять вот злой омут. Он не мрак лесной, И не тьму ночей, И не омут злой, И не шисть и пей. Ну, расхожая поговорка, В тихом умуте черти водятся. Вот к сказкам переходим сейчас. Первый обитатель, черт, Владимир Михановский. В тихом умуте черти водятся, Черти водятся, хороводятся, Хороводятся окаянные, Да беснуют сыровны пьяные, Будто бьет черти огневицию, Да под той луной меднолицую. Горы рушатся, мир меняется, Лихорадкою сотрясается, То по зимнему, то по вешнему, Время катится, но по прежнему В тихом умуте черти водятся, Черти водятся. Хороводятся. Ну, вот классик Николай Алексеевич Некрасов. В тихом умуте водятся черти, Кто-то рядом со мной прошептал, Некто грош испугался до смерти, Остроумные затеи менял И подвинулся дальше со стулом. Велимир Хлебников продолжает В сельской дружбе. И отступили люди мест, И побежали люди сел, В тихом умуте это черт, Молвил тот, кто был простерт. Вот у Сергея Клычкова Завтра, может быть, не вспыхнет Над луной зари костер, Сердце навсегда утихнет, Смерть придет, полночный вор, В торбу черную под ветер, С глаз упрячет медики. Нет уж, лучше прорубь, нет уж, Лучше к черту в батраки. Черт сидит и рыбку удит В мутном омуте души, Оттого знать снятся в груди, Счастье полное ковши. Ну вот это все уже Пречувствие этих жутких Конец 30-х годов. Сергей Антонович тоже В 37-м расстреле. Анна Баркова. Прямо в омут, Где водятся черти, Где спознаешься с черную смертью, Водяной панихиду отслужит, А на дому там горько потуже. Но бывает, что и черту сейчас, В современной жизни Черту может места в омуте не найтись. Вот автор Хворост, Это я с компьютера чужого переписал, Такой псевдоним, Тихий омут называется. Мохнатая просто страсть И напоминает гнома. Как в ступор скажи не впасть, Не впасть от прошелестевшего. Здрасть, не знаете, где тут омут? А в глазках такая боль И россыпь слез на ресницах, Что сразу поймет любой, Не сладив с самим собой. Черт, в омут идет топиться, Узнав, что пруд далеко, Что в омут берут по квотам, Что он не один такой. Смутился, махнул рукой И скрылся за поворотом. Современная жизнь во всей красе. Ну вот панихиду служит, Водяной панихиду служит и потужит. Вот мы уже переходим к водяной. Ну водяной, это, если черт сразу отрицательный, То водяной нейтральный, скажем так. Я водяной, я водяной, Никто не водится со мной. Вот такая сказочная, Старая сказочка маленькая. Один крестьянин работал целый день, У речки устал, И у него топор упал в омут. Ручил лес. Оттуда водяной выплывает, Серебряный топор ему показывает. Бери, говорит, нет, не мой. Золотой. Бери, говорит, нет, не мой. Оттуда его топор. А он это мой. Ну молодец, раз такой честный, На все три топора подарил ему. Тут приходит в радостные дома. А там, как всегда, ну сказка, Богатый сосед, злой, завистливый, Как узнал, самый лучший топор, С утра побежал, сразу раз в омут запустил, Оттуда водяной вылезает, Серебряный, говорит, Твой, мой, 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 мой. Мне, говорит, не твой, Я отсюда жадина. И так и ушел ни с чем-то. Ну вот Леонид Мартынов. А утром вновь я выклупаюсь в речке, Глубокий омут кинув с головой, С туманистого берега речного. И коль со мной не дружен домовой, Быть может, разбужу я водяного. Вот у Сергея Клычкова Пригрезился, быть может, водяной, Приснился взгляд под осень, Омут синий. Но словно я по матери родной, Теперь горюю над лесной пустыней. И что с того, что зайца из куста Простой ошибкой принял я за беса, За то, как я певучие уста Прослышал я в немолчном шуме леса. Вот в лесной речке классический Водяной у Ивана Бунина Несет себе и знать себе не хочет, Что там, на дому, там в лесу, Безумно водяной грохочет, Стремглав летя по колесу. У Героники Тушновой Блестящее стихотворение, мельница. Стоит в сугробах мельница, Ничто на ней не мелится, Четыре с лишним месяца Свистит над ней метелица. От ветра сосны клонятся, От снега ветви ломятся. Спит омут запорошенный, Под коркой ледяной. На мельнице заброшенной Зимует водяной. А зима-то кончится, Капелью снег источится. Весна польется балками, Распустится фиалками. Заблещет омут под луной, Спросонья кряхнет водяной. Надо сказать, что мельничный омут Это очень красивое место. Вообще в старину люди знали, Жили в гармонии. Я всего один раз видел на Украине В армию в середине марта Настоящую мельницу водяную. Видите, потрясающее зрелище. Так не хотелось уходить, Ну а летом вообще сказка. Вот прям такой сказочный ореол висит. А мельничный омут по-другому Это называется буча или бучила, Где пать от колеса Вымывает емину. Быстрена создается искусственно, И получается за многие года, Десятилетия этот омут. Ну и конечно это удивительное. Старые мельницы потрясающие. Укрыл их во березовый венец, Мы навесим много серек и колец, В одиницы молодцы, белые утицы, Погадайте по венку, Что бросаем на реку. Ну и вот, можно сказать, Один из основоположников Нашей авторской песни, Нашего жанра потрясающего, Потрясающего Владимира Турьянский, Который всех старый бардов знал, Он сейчас в Германии, Ему 85 лет недавно исполнилось. Он больше 30 лет В георгоразведке работал, И у него такая Ночь на болоте, Песня-страшилка. Во, опять зубовный скрежет, Догрузает чей-то труп, А теперь кого-то режет, Или в бучу волоку. Следующий, вот уже Илья говорил, Следующий обитатель, конечно, русалки. Русалки живут в омутах. Николай Клюев Смежают сумерки глаза, Налихо жалуется прялка, Дымится омут, спит лоза, Восокий девушка-русалка. Ну, Аполлона Каринского Даже семь, может быть, русалок, Русалочий залоги. В камышах оградивших Омут, чашу и зеленый, Семь русалок выплывали Из речной воды студеной. Ну, Корнилов прямо, Борис Корнилов, русалки в любви признается. Ребят промысловая мута Качают поплавки, Туманом покрытые омута. А я веселый и молодой, Иду по омутам. Я поджидаю тебя над водой, А ты поджидаешь там. Иди, обитательница омутов, Женщина с рыбью хвостом, Теперь навеки тебе готов И хлеб, и муж, и дом. Ну, наяды морские, Ну, тоже морские русалки, Илья Голенищев-Кутузов. Там над омутами вешних Вот остановлен солнцеп поворот, И русалок песни звучат, Непривычные слуху наяд. Даже пан, Такой лесной бог, Может быть, И его жена в омуте, Борис Лапин, Дохнет весной, И ты, как птица, Крылья в омут расплескив, Бросишь, а уж пан резвится В глубине лесных залив. Ну, вот у Велимера Хребникова Панна. Лишь в омуте блеснет морока, И с наведением обмана Из волн речных Выходит панна, И горделива, и проста, Откроет дивные уста. Юрий Лощец, Птах, такая сказочка, С намеком. В тени теней, В зеленых омутах, В золотых птенцов Высиживает птах, Но, коль тебе не надоела жизнь, В тени теней Найти гнездо не кщись. В золотых птенцов Не выдаст птах отец, Узришь его, И тотчас ты мертвец. За тем, что он в словах Невыразим, Толь силен алконост, Толь серафим. В тени теней, В зеленых омутах, Ходив при жмур За тыщками в ушах, За тем, что свист Его невыносим, Для всех, кто петь Затеял рядом с ним. В миру льстецов, Лжецов и прощалык, Не дай им Бог Услышать этот зык, Или узреть алмазно Этот зрак. В миру бельмастых И кривых зевак, Глазок сверлящий В прах испепелит, А свистнет птах, Язык твой пригвоздит. Вот почему Шататься зря не смей, В зеленых омутах, В тени теней. Ну, в сказке нельзя Все время жить сказка. Сказки пишут люди И для людей. Ну, и вот как раз Теперь к людям переходим. Ну, что у людей В первую очередь Ассоциируется Глаза, конечно. Серый глаз довольно много У нас, но больше всего. Вот Владимир Пяст И серый омут глаз Подернутый красой В предчувствии зари Мечтательный и нежный Вдруг разгорается Бесстрашный и мятежный И первозданную, И странную красой. Вот Сергей Филиппов, Вот Александр его знает. И с обрыва В омут этих серых глаз Там, где чайки стонут Как в последний раз. Сейчас отрывок у Зои Барашиловой Из поздней встречи. Мы сидим в тихом Милом кафе Говорим А о чем? Ни о чем Ты не тот уже Виски в серебре Да и я Но мы снова вдвоем Вспоминаем Да что вспоминать Наша встреча Недолго и была Мне, наверное, Не стоило ждать Но чего-то Всю жизнь я ждала Дрогнул голос твой Ну почему ж Вновь мы встретились Только сейчас Я ответила Видно судьбу Начертал кто-то свыше За нас Как в тот вечер Звучит венский вальс Вновь нахлынула Грустья волна Я смотрю В голубой омут глаз И хочу Утонуть в нем До дна Вот у Галины Кольцовой Зеленые глаза Могут быть Красиво В таком Есенинском размере Глаз зеленых омут Расплескался На долину Твоих грешных мук Не люблю я Долгих расставаний Время ожидания Разлук На снегу горят Рябины грозья Белой шалью Заслана земля А в моих словах Аккорды грусти Непонятные Как прежде для тебя У всего до крестовского Цыганские глаза Лукавые Я люблю твои лукавые глаза Притаилась в них Молния гроза Как потухнут Да посмотрят далеко Словно в омуте Темно и глубоко А сверкнут Да ярким пламенем Сгорят Много песен Про любовь Они сулят Много песен Развеселых удалых Много звуков Да сливых и больных У Семена Липкина Вот Крестьяне Крестьянские глаза Как в омут потусторонний Смотрел ты робкий смутья В нажмеринском Нажмеринском перроне В глаза Безумных крестьян Ну вот у Александра Безуменского Старческие глаза Трогательные очень Милыми старческими глазами Глянул мне Тихонький омут У Лидии Алексеевой Смотрю в себя Как в омут Отражает Мои глаза Мерцает Верхний слой Но дальше Дальше Я себе чужая Заслонена Молчащей глубиной Ну вот У Осева Мандельштама Очень красиво Будет он Обожествленный Долго жить В родной стране Омут Око удивленный Кинь его В догонку мне Вот Сказочный Омут Глаз У Николая Клюева Среднеоплаканных Могил Ты набредешь На холме В дыке И под косынкой Земляники Усмотришь Древнюю проматерь Так некогда В родимой хате С палатей Выглянув украдкой В углу Под синей лампадкой Я видел бабушку За прялкой Она казалась Русалкой И омут Глаз Качал луну Ну вот С луной опять У Сергея Городецкого Блестящие Лунные омуты Глаза Сергей Городецкий Заголосить в лесу При лунном оке О громком И омуту И омуту видать Безумно Окей В себе Саму У Ивана Елагина Прямо такой Дестор Погоня Они у вас Бездонней Всех омутов И рек У вас глаза Погоня У вас глаза Побег Ну конечно Сергей Александрович Как всегда Не подражает Не б только Смотреть на тебя Видеть глаз Златокарий Омут И что Прошлое не любя Ты уйти не смогла К другому У Ивана Молчанова Уплывало лето мимо Родело золотом Лаза Наливались у любимой Синим омутом Глаза У Александра Ширяевца Кином ракитом Узду Да сохранит Меня спас Знаю Опять упаду В омуты Девичий глаз Вот Александр Богданович Это был прекрасный Поэт В огня Гаводи Недавно Скончался И тащится Жизни галера Но взгляд Словно омут Глубок Скрывает Мятежную Веру Немыслимую Любовь Вот Ольга Сафарова Тоже И нет Из огней Гавани В омут Взгляда Канет Свет Рассыпью Ночных Зорниц В лунном Зеркале Ответ Дрожью Спугнутых Лесниц Ну и вот на плечи, кладезчу с души от своих роня, стрелами пущу тебе навстречу. Омут глаз, в них счастье и покой. Растворюсь, как сахар без остатка. Кто, скажи, создал тебя такой? Лишь три слова написал в тетрадку. Видите, стихотворение прекрасное, но концовка. Растворюсь, как сахар без остатка. Вот чувствуете, это современное, где очень все узко ограничено. Сахар где в стакане растворяется. А вот Александр Ширяевец, конечно, далеко не самый сильный поэт Серебряного века, но тем не менее глаза. Вот сейчас. Посмотришь бегло, будто бы как все. Посмотришь глубже, засосало в омут. Глаза, глаза и льешь лучом красе, и давит, жжет, квадрат холодных комнат. Врывается. И кто ж тебе придется по душе? Калик немало пустишь ты по свету. Тону, тону в глазах, как в ртыше. Тонул ермак. И нет, спасения нету. Чувствуете, там стакан, а здесь иртыш. Какая глубина. Вот что значит классика. Он уходит, квадрат комных лед, но Ширяевец находит силы, уходит и в ртыше. Кому что. Обеда, да. Ну, а все-таки красиво, но очень, согласитесь, как-то скупо. Соломон Барт, здесь уже переходим к чувствам невидения, слезы и руки, как лед, влекущие, как розы, на дому там рот, и слезы, и клятвы, и руки, как лед, как розы, на дому там млеющий рот. Вот Александр Богданович. Опять очень хороший отрывок. Хотя бы, хотя без меры преподал кручу я страстью, умывался нежностью твоих ладоней, не иссякал родник мучительного счастья, лишь становились омуты любви бездонней, на склоне дней лелею. Я мечту одну, дай Бог подольше не пылать, идя ко дну. Ну, вот уже переходим к любви. Глаза влюбляются у нас. Сейчас это страдания переносит, приносит. Павел Антокольский. Пиши, отвергая торжественность. Ты знаешь, про что и о чем. Конечно, про вечную женственность. Ты с молоду в омут ее вовлечен. Ну, у Игоря Северянина такая, нервная любовь какая-то, болезненная. Но когда тянулся я к тебе всем телом, чтобы в тебя, как в омут, глубоко упасть, ты с лицом от муки страстной побледнелым, глубокую издевку охлаждала страсть. Ну, вот Гумилев продолжает Юдивь. Из Библии сюжет, всем знаем, как Юдивь, военачальника Браруского войска, его худоноса убила. Но верно в час блаженный и проклятый, когда как в омут принял их ложе, поднялся ассирийский бык крылатый, так странно с ангелом любви не схожей. Ну, вот Велиньев Хребников лесную деву сравнивает с омутом. Она заснул сласкающей свободой, была как омут ночью или водоем, а он лесник чернобородый, над ней сидел и думал, с ней вдвоем. Вот Вера Меркурьева омут любви описывает. Ступила безнадежная, как в омут по края, я верная, я прежняя, я милая твоя. Тут нельзя опять ходить. Опять Александр Богданович. Прихотливой любви двуголосая фуга, омут сладкой надеждой и грустных примет. И никак не понять, погружаясь друг в друга, кто из нас исполнитель, а кто инструмент. Богданович все-таки поддерживает традиции старой школы, старает уходить. Ну, вот плестящая поэтесса, мой друг Татьяна Сафинская, я ей очень благодарен, благодаря все эти лекции. Она мне очень помогала в летнем саду, слушала, когда это все было в сыром виде. Татьяна Сафинская, полуночная. Кто в эту бездну бездонную смотрится, ищет погибель на иглах ресниц, карие зеркало, омут бессонницы, тайна тобою непознанных жриц. Ну, любовь часто бессонницу приносит мучения. И вот Георгий Скрипкин, это военный летчик из Горелого. Две цитаты возьмем. Вот смотрите, как опять на контрасте все. Она манит меня лукавой улыбкой, и я бросаюсь в омут чувственных утех, и мне не кажется таинственным и зыбким, любовных радостей застенчивый успех. Ну и здесь, во втором стихотворении «Скукоженных чувств» это первое называлось «Женщина мечта», вот «Скукоженные чувства» уже Георгий Витальевич опасается. «Не стоит время торопить и взглядом резать по-живому. Я жду желание любить, но не нырять в любовный омут». Ну вот Маяковский тоже с этим как-то согласен. «А мне сквозь строй, сквозь грохот, как пронести любовь к живому? Отступлюсь, и последние любвишки кроха навеки канет в дымный омут». Вот у Натальи Фролова это вот современная поэтесса. «Сейчас все хорошо и ладно, минуты счастья лови. Любовь к омуту с головою, в него бросаясь круг возьми». Мудрый совет. Вот Ульяна Дубинина женские страдания передает. «А ты в него с головою, как в омут, ты за него все сердце в клочья, и ты не можешь уже по-другому, лишь только волком в подушку ночью. Ты ему всю себя до капельки, с ним каждой клеточкой, каждым нервом. Стоит душа твоя как на паперте, и он для тебя стал превыше первым. А ты ему все листы стихами, твои молитвы о нем единственным. Он твоя жизнь, он твое дыхание, ты с ним делами, словами и мыслями. Но верно, слишком ты много хочешь, всего лишь капля его внимания, всего лишь капля тепла. А он, а что он, предпочел стать воспоминанием». Вот Алексей Моров «Тихий омут» тоже связана так река, там черти, и все это с такой, с плотской любовью, земной любовью, там уж как кому-то повезет. Твой тихий загадочный омут любовь осторожно хранит, течением русла не тронут, под сумрачной тенью ракит. Его не встревожишь словами, нырнув в глубину, замутишь, не грезишь прекрасными снами, когда в его воду глядишь. Желание пожару гасает, касаясь прохлады его, и тот, кто терпение теряет, не будет иметь ничего. Нередко певцам похотливым хотелось поймать здесь обед, но всем рыбакам несчастливым чертято смеялись во след. Я гладью воды не нарушу, но вечером поздним опять твою утонувшую душу я буду из омута звать. Да, ну, не всегда любовь заканчивается. Хорошо бывает, и смерть несут. Вот, и смерть несет. Николай Клюев. Старинные в зеркалах живет красавец Рой, но смерти виден лик в их омутах зовущих. Семен Липкин. Сабаньская в Одессе. Южный день свободы моря вдохновлен, а оно внизу таинственно молчит. Пушкин бродит по Ферсонской, он влюблен. Он не знает, что Сабаньская стучит, что в глазах ее пряталась алчба, что он зря в прелестный омут заглянул, что душа его незримая раба той души, чей соименник или зеву. Сергей Александрович пишет о всех этих мокрах. То кольцо надела мне цыганка, сняв с руки, я дал его тебе. И теперь, когда грустит шарманка, не могу ни думать, ни робить. В голове болотный бродит омут, и на сердце изморосим гла. Может быть, кому-нибудь другому ты кольцо со смехом отдала. Вот Михаил Борисов, современный поэт. Омут злой любви проглотит быстро, гири страсти тянет в глубину. Сердце, что любило бескорыстно, растолчет крупинками под ног. Ну и вот, переходим. Глаза влюбляются, а болит грудь, сердце, душа. Вот следующая тема. Идем вниз, но, конечно, до разумных пределов. Владимир Шур. Журчащая река в течении прихотливом, темна и глубока, затихла под обрывом. Склонились сивы к ней, безмолвна глубина, в тени вода чернее, и мнится нет ни дна. Здесь омут, говорят, пучину прикрывая, кувшинок желтых ряд, гирлянда их живая. У берега цветет, вода зовет в тиши, страшней пучины вод есть омуты души. Здесь не расти цветам, на черном дне сомнений, и счастье, если там не скрыто преступление. Ну вот у Николая Клюева так размашисто получилось, на контрасте опять. За революцию со страху надел я майку под рубаху уж, чтобы в груди, где омут мглистый, родился жемчуг серебристый, и звезды бороздили глуби. Но это не всегда для Клюева свойственно, тем не менее, Татьяна Толстая, вечерка, всегда нет. Мраморный свиток ты развернула, новое имя вписать раскаленным кораллом, и омут в груди задрожал водоворотом. Сергей Дуров о совести пишет справедливо, в груди. Не даром ты судьбой положи на нам грудь, ты в этом омуте, конечно, что-нибудь, не признак суетной людского произвола, не слово праздное придуманное школой, о нет, стократно нет. Александр Герцог торопит гневно, лучи роняет, и в темный омут в душе взывает. Ну вот, Елизавета Кузьмина Караваева многострадальный омут описывает душевный. Лишь не тревожить муть годов души многострадальный омут. Ну а Владимира Нарбута такая сказочка получается. Из подмышек заторопятся колючки и мурашки маком беленьким сыпнув, побегут по коже чуть ли не до пальцев, словно омут сбламутится душа и на макогоне вымазанном смальцем ведьма выкатит за будиги шурша. Макогон это песту толочь зерна подсолнуха. А будиги это сорняки такие колючие растения репи татарин бодиги будиги для ведьмы самое подходящее место. Вячеслав Иванов И должно что пало в недра духа вдовствовать в хранительные тиши как те звоны что всплывают глухо из литейских омутов души. Ну вот печальная века лета как я уже говорил в царстве мертвых. Но люди как известно живут где-то в городах но это часто тоже нехорошее место обитания. вообще люди часто недовольны местами где живут потом может быть вспоминают детство когда-то было хорошо потому что потом становится еще хуже всегда по экспоненте. Ну поэтому мы идем так и к концу света. Вот запевка Осипа Мадрештама Из зомута злого и вязкого я вырос в растинке шурша и страстно и томно и ласково запретную жизнью дыша и никну никем не замеченный в холодный и топкий приют приветственным шелестом встреченный коротких осенних минут я счастлив жестокой обидую и в жизни похожий на сон я каждому тайно завидую и в каждого тайно влюблен. Все-таки Василий Пеменевич приносит добро свое и не озлобляется. Но вот Николай Некрасов очень нелестную оценку дает городу Санкт-Петербург в нашем частности из тихо-сумерки Вот Мандельштам опять пишет о городе у него так более величественно все-таки императорский весон и моторов колесницы в черном омуте столицы столбник ангел вознесен Вот Николай Минский про Москву из омута столицы развращенной к тебе больной и кроткий я пришел Семен Натсон продолжает Нерадостная весна средь омута столицы где бледный свод небес скрыт в дымовых клубах где задыхаешься как под плитой гробницы на тесных улицах и в каменных домах Петр Незнамов продолжает относительно Москвы довольно трудно ответить такому у которого память дырявый мешок для такого Москва вообще омут а проезда у нас все не длинны Михаил Михайлов Меня влечет в своем темной жизнь многолюдных городов Вот Алла Кашмелюк Интересно поэтессы из Гатчинского района Час пика Людьми забытое метро Толпу не слышно Вытолкнет на улице Гровадой серой Встанет Град Петров А небо будет Слезы лить И хмурится И закружит Людской водоворот Затянет В омут Переходок Черного Походкой Тихий Старый Новый год Уже придет По сумрачному городу Ну В городах Дома Дома Комнаты Ну вот Следующие По логике Идем Семен Херсанов И стиха Золушка Белой лестницей Входит в комнаты Белой лестницей Входит в комнаты Стены в сумраке Будто омуты Заклубился Резьбою Мачехин шкаф Дунул снег Нафталинного Запашка Крышка Клепанная Откидывается Нараспашку Душой Прикидывается Борис Пастернак По стихотворению Детства Как-то раз Когда шум За стеной Как прибой Не ослабен Омут Комнат Недвижен И улица Газом Жива Раздается Звонок Голоса Приближаются Скрябин О, куда мне Бежать От шагов Моего божества Ну вот У Владимира Маяковского Ячейки Комсомольские Вот А вот Ячейка ЛКСМ Пройдя по этому Омуту Объявляет По бузу Всем Конкурс На лучшую Комнату Ну вот Коммунальные Квартиры Даниила Андреева Очень хорошо Отписаны Точно Спят по цехам Еще скрежет И лязги А уже Вкратчиво Как вампир Мучат Хозяев Нежить и дрязги В омутах Коммунальных Квартир Ну вот У Натальи Миссюра Очень интересно В комнату Что может быть Рояль Очень красиво Рояля черного Прозрачный лак Как в омуте Стоящая вода Глотающая звуки Навсегда Хоть гармоничная Хоть нет Сойдет и так В который раз Свеча горит над ним Луною желтой Луною желтую А волокнистый дым На облака похож И аноним Измученный Старик седобородый Глядит Как тихо Оседает пыль На мусор чердака Как зали Восходы Ну что еще Зеркала конечно В комнатах бывают Вот Мандельштам Мерцает зеркало Мерцают Мерцают в зеркале Подушки Чубилея И в круглом омуте Кровать отражена Мария Вега Сломанную розой Тони Танна В театральном Омуте зеркал Ну Александра Жарова В дворце рабочих В рабочей молодежи По простому Так по рабочему Что в синем Омуте зеркал Совсем не то что прежде Простых пар дней Он увидал Совсем простой одежде Ну вот опять Один из главных Омутников Иванов То вспыхивал То газ дотла Сей пересвет Необычайный И сумрачные зеркала Свои омуты Влечали тайну Ну стекло Тоже может быть Омутом В трактире Каждый раз Как звезды Станут По старинному ранжиру Как вечерние стужи Сырость В омут стекол Постучит Вот летит Сквозь черепицы Сквозь прохладное Дрожание Проводов Сквозь Стучу галок Голос Бедного певца Вот эпоха Прорывается Через все это Вот нельзя не прочитать Ольга Сафарова Потрясающее стихотворение Отрывок Из старинного зеркала Из омута зеркал Волшебных превращений К нам руки тянутся Из глубины веков Прелестных женщин Зыбких отражений Их сон Мнимые Зеркальных двойников Их кружева И букв И париков Свидетельства Утращенных мгновений Ну вот переходим Как раз к утраченным мгновения О чем я говорил Люди живут Недовольные А потом становятся Еще хуже И они вспоминают Как раньше было хорошо Михаил Тарловский Когда уча ребячей грамоте Рад рассказывали мне Я закреплял в покорной памяти Слова о дивной старине Как выплюют Твой тихий ум Из души Николай Гумилев Вот память Но вечно и вечно Гадая Буду склоняться Над омутом Прошлого я Чтобы припомнить О чем позабыл И седая Первая прядка волос Помни Будет твоя Ну вот конечно Иванов не может Не обойти это И мерит Бестрепетным оком Бездонные тайны И омут Времен недвижимых Глядясь узнает Лилеймой влагой Дремучий Свой образ Белый стих Даниил Андреев Радит На четчик Премудрый В Оптину Пустынь ушел Помнила девочка Кудри Белые Как ореол Помнила То что пропало Канула В омуты лет Как на Ивана Купаву Вспыхивал Трепетный свет И в опьяняющем Гуде Трижбе священной игры Духи метались И люди Сквозь золотые Костры Золотое детство Вот Алексей Кольцов Но это Другой Кольцов Это не классик Конечно Я сначала Скупал Он о времени Года пишет О весну Мою весну Как омут с головой Стихи разбросаны Направо и налево И не услышит Разве что глухой Как провода В них Оголяю свои нервы Вот Лидия Александровна В уме Интересная очень Поэтесса Такое доброе Стихотворение Воспоминания Отрывочек И даже в омуте Моих воспоминаний Я не увижу Чудную звезду Что мне светило А баянием счастья Боюсь Что я такую не найду Не найти Нельзя не прочитать Вот люди Они живут Везде могут найти Вот потрясаю омут И кофе Интересные сравнения Кофе Наверное многие пьют Кофе Можно сравнить Вот в стакане Размешивали Сахар А вот Анна Ашарина Это современная Поэтесса Очень сильная Вот она пишет Такой загадочный Омут Редкие встречи Стих Редкие встречи Город безбожно мал Год на исходе Дальше январь и снег Омут кофейный Ставишь на край стола Я погружаюсь в бездну На сотни лье Дрогнули пальцы Красный квадрат сукна Мне погадает На куще Кофейный брызг То ли прощение Молит твой Ватикан То ли дорогу Укажет на выход Из белой религии Зимних кофейных встреч Губы шершавя Царапает кожу щек Тридцать минут Цементирую сердце течь Взглядом как дулом Целит тебе в висок Счет не оплачен Но щедро даешь на чай И не досмотришь Выплыву или дно На остановке Глотает тебя трамвай Словно рогатый Снежный Стальной дракон Наши поэтессы Лучше и поэты Стараются поддерживать Вот эту Классику А классика Это в моем понимании То есть уход Все-таки от всего Стараться подниматься выше Хотя бы с кровью Со страданиями Но видеть что-то более Чем стакан И это все такое Плотское Ну конечно О времени года Раз мы заговорили Нельзя Владимира Семеновича Не процитировать А я забыл Когда был дома Спутал ночи и рассветы Это омут Это омут Бабье лето Бабье лето Вот в библиотеках Мы часто собираемся Вот Виктор Соболев Современный поэт Омут Книг библиотека Зал читаний Словно мыс Рифма ловит человека Что гранит наук Разгрыз Ну вот мы уже переходим Как раз К поэзии Александр Добрянский Это тоже современный поэт Омут речной глубокий Омут стихов без дна Рыбами сплыли строки Образа пасть видна Прыгнул поэт Отважный В омут Навсплыть не смог Ловит сетью бумажный Свой драгоценный Слово Ну не всегда Камень Я знаю другую жизнь Испорченную стихами Там темная полынья Она не страшна вначале Оттуда черпала я Слова для своих печалей Чем больше искала смысл Тем глубже тянула в бездну Сказала себе Проснись Поэзия бесполезна И ты не пускай туда В холодный бездонный Омут Затянет под корку льда Где нет ни тебя Ни дома Может антрактик Да А сейчас все Я уже заканчиваю Сейчас мне осталось Да уже все Ну все-таки Поэты находят силы Вот хочется старых Опять процитировать Чтобы страна все-таки Держится в страну Тут тоже связывают С омутом Александра Туфанов Это из поэмы Ушкуйники Марфа Мы разбитые Что нам делать Мы разбитые Лохом Русь Стоит с крюками В омутах Воевода навинченный С костылями Марфа Станем на молитву Все на папость Хороводу вольных таг Николай Гумилев Франции Франция Налик твой просветленный Я еще Еще раз обернусь И как в омут Погружусь бездонный В тихую мою родную Русь Николай Клюев Но ядрен мой Но ядрен мой рай чудесен В чаще солнца Рассветный гусь И в одею Омуты песен Расплескала Поморка Русь Все-таки поэзия Она прекрасна Вот Аташ Гентий Прекрасный автор Но данную улыбку и авансы Лишь побуждали Только помечтать Или взять перо И окунуться в станции Чтоб в омуте поэзии Героем стать Виталий Балабана Велика бездонная стихия В драгоценном омуте стихов Лечат душу строки дорогие И освобождают атаков Ну и сейчас мы стихотворением закончим Вот Галина Сумаленкова Прекрасная поэтесса Из огней гавани Сонет Уже давно тонуя в омуте стихов Из слов обычных, мудрых, самых разных строк Поэтов русских с детства самых дорогих Люблю и помню наизусть читаю их О, этот омут, самый лучший из других И мне не хочется порвать оков твоих Когда мир сладко спит В объятиях ночи Ко мне в окошко вдохновения стучи Вот все-таки наша поэзия побеждает Ну и теперь в заключение Давайте теперь закончим Нашим анекдотом Было английский юмор Теперь наш русский Вот чемпионат страны Финал по водному полу Переполненный бассейн Ничья Последняя минута матча Лучший нападающий одной командой Подхватывает мяч И плывет к воротам противника В это время ему кричат Его товарищи Отдай мяч Боре Ну тот плывет Чувствует надо уже Плыть его время мало Остается Ему тренер кричит Отдай мяч Боре Ну косит профессионал Чувствовать надо уже Понимает Плывет к воротам Ему запасные противники Кричат Отдай мяч Боре Ну чего слушать Тут уже видит Понимает еще там Ну бассейн По сантиметрам все Где бросать Ему зрители все Уже бассейн Кричат Отдай мяч Боре Вот он бросает все В девятку На последней секунде Гол победа Преплывает Тренер все убитые Его встречает Говорит Почему ты мяч Боре не отдал Как почему Я же гол забил Мы победили Ты гол забил А Боре утонул Вот я желаю Чтобы вы передавали Этот мяч Сострадание Понимание Любви Сочувствия В нужное время Не покойников Жерель А именно Живых Живых Кавказа Передавайте Друг другу мяч Сочувствия Добра Дайте внимание Поэтому Всем здоровья Если строк Маленький Строк Да конечно Давайте Проветриваем Проветрим Давайте Перерывчик Проветрим Чуть-чуть А то душно Окошко Откроем Перерывчик Небольшой